Всем привет, с вами Мария Ерёвенко, и сегодняшнее видео начинается без меня, потому что я сегодня рассказываю вам о том, как снимать видео, и как это делаю я для вас. Возникло такое пожелание у моих подписчиков, так что я с удовольствием поделюсь своими знаниями, как я это делаю. И для того, чтобы вы увидели меня, я использую приложение, которое называется Mirror Magnet. Кликаем на него, в нижнем правом углу появляюсь я, всем ещё раз большой привет. Для того, чтобы записывать видео, начнём с того, что я использую MacBook Pro, который в моём уже обладании, 5 лет находится. Мне вполне хватает MacBook Pro 5-летней давности, и он работает и выполняет все эти функции, которые мне нужны для того, чтобы снимать и монтировать видео. Но для того, чтобы снимать и монтировать видео, я пользуюсь некоторыми приложениями, про которые я вам сегодня расскажу. И первое приложение называется Mirror Magnet, в котором я и отображаюсь. В верхнем углу у нас появилось это окошко, и давайте зайдём в настройки и посмотрим, что же там можно поменять. В общих настройках мы можем поменять, где находится приложение, либо в доке, либо наверху. И переходим сразу в камеру, потому что там уже больше ничего интересного. В камере вы можете выбрать камеру MacBook, либо камеру своего iPhone, если он у вас находится рядом. Как вы знаете, MacBook синхронизируется с вашим iPhone, и iPhone может выступать в виде вашей камеры, если вы его закрепите поверх вашего экрана. Это очень удобно, потому что камера iPhone имеет хорошее очень разрешение, и у меня есть специальная такая держалка для того, чтобы я записывала себя в хорошем качестве. Сейчас я записываю видео с камеры ноутбука, поэтому видео будет вот в таком качестве, в каком есть. Далее идёт видео качество видео, я выбираю всегда лучшее качество, и Zoom. Zoom имеется в виду, у вас будет приближать, насколько вы захотите. То есть, если вам нужно поближе, не обязательно садиться ближе, можно просто сделать Zoom. Далее идут настройки по яркости, по контрасту, мы их трогать не будем. Переходим в следующую вкладку, внешность. И здесь самое интересное, здесь можно выбрать формы. Можно выбрать квадрат, закруглённые углы, сильно закруглённые углы. Потом такой squircle. Это полуквадрат, полукруг и круг. Я люблю круг, но если, например, мы используем версию 4.3, то можно использовать портрет. И в портрете прикольно выглядит, например, вот эта форма, мне нравится. То есть, вы также можете снимать видео в вертикальном таком расположении. Дальше идут настройки границы и тени. Далее идёт прозрачность. Прозрачность самой вашей картинки можно уменьшить. То есть, видите, она стала немножко темнее, немножко прозрачнее. При наведении у меня 0%, но это я сегодня убрала. Обычно у меня процентов 50 стоит. То есть, вот так вот меня заблюривает. И Hover Blur мы делаем, давайте Light сделаем. И видите, у меня... Я как бы остаюсь с вами, но в то же время у меня не сильно меня заблюрило. И на дисплее вы можете выбирать, где вы хотите находиться во время вашего урока. Если вдруг вы работаете с двумя экранами, как это делаю я дома, то здесь вы подключаете MacBook к экрану, и у вас уже здесь будут изображаться два монитора. И вы будете сами выбирать, на каком из мониторов вы хотите, чтобы ваше изображение было. Очень удобно. Также здесь настраиваются местоположения не только по наведению, но и можно еще также по стрелочкам. И далее идет расстояние от именно границы до вашей фотки. Можно сделать Normal, и тогда будет сантиметр, наверное, где-то. Я обычно делаю Very Small или Tiny, совсем крошечное, чтобы я не сильно мешалась, когда объясняю то или иное действие. Следующее приложение, это приложение, которое называется Курсор Pro. Оно активирует вот такой курсор. Command-M включает-выключает данное действие. Давайте посмотрим настройки. Здесь можно настроить активность. Видите, у меня сейчас, когда активно, он синий. Когда неактивно, он исчезает. Когда двигаюсь, он исчезает. Когда встаю, он появляется. Либо скрывать, никогда не скрывать, и он всегда будет на месте. Далее давайте посмотрим, когда он неактивный, что будет происходить. Вот видите, Attention это привлечение внимания. То есть, когда курсор будет просто стоять на месте, он будет как бы привлекать внимание. Классная функция, если она вам нужна. Я сейчас скрою и верну прежние настройки. Далее идет лупа, Magnifier. И Magnifier нам показывает, что у меня увеличивается аж в 4 раза. Кнопка или какой-то кусочек экрана, на который я навожу. Мне удобно пользоваться кнопкой функция, либо глобус вот такой. Я на нее нажимаю, и у меня включается вот эта лупа. В принципе, все, что я здесь поменяла. И Appearance. Ну, тут можно еще размер сделать. Вот такой большой. И Appearance это то, как выглядит ваш курсор. Можно настроить форму, сделать ее квадратной. Можно сделать ромб, можно сделать кружок. И выбрать размер также маленький. Ну, маленький он не совсем маленький, конечно. Regular тоже не совсем он обычный. Но, в принципе, мне достаточно extra small. Я не очень люблю большие вещи. И когда крупные, мешают очень. Body weight это границы. Можно сделать прям толстенькими. Можно сделать тоненькими. Как вам удобно. То есть, вы здесь настраиваете под себя. Потом стиль границы. Сплошная линия, либо пунктирная. Сияние. Можете выбрать, как оно будет сиять. И цвета настроить под свой цвет и вкус. Итак, давайте активизируем. Command M. И посмотрим, как работает наш Zoom. Вот так сильно увеличился наш Zoom. Видите, даже можно меня немножко увеличить. Увеличить. Все. В принципе, для того, чтобы записывать приложение, да, или записывать урок, вы заходите в любое абсолютно приложение, сайт и начинаете вести свой урок. То есть, у вас будет и курсор, и ваша фотка отображаться. Но для того, чтобы начать запись этого урока, я пользуюсь приложением, которое называется QuickTimePlayer. Это приложение, оно на макбуках вообще встроенное. И оно находится в папке «Другие». Вот оно. И я знаю, что его можно установить также на Windows. Windows у меня есть, но я не очень люблю компьютеры Windows, потому что они не настолько user-friendly для меня, как Mac. Все. После того, как вы включили это приложение, файл, и у вас есть возможность сделать видеозапись, сделать аудиозапись и сделать новую запись экрана, что я, в принципе, сейчас и делаю для вас. Но, смотрите, если у вас вдруг нет приложения, но вы хотите, чтобы ваша фотография, ваше видео отображалось на экране во время записи, вы просто нажимаете «Новая видеозапись», и тогда у вас открывается приложение. То есть, у меня подключилась камера айфона, и вот, пожалуйста, я могу ее также поставить, закрепить, и вот здесь, например, где-то разместить экран. И все. И работать уже с непосредственно камерой айфона, то есть вы будете все равно на экране. Единственное, что нельзя настроить разные тут всякие формы, потому что она только вот одной формы. И при наведении у вас всегда будут появляться вот эти вот функции, это будет мешать вот эти строчки, полоски. Но по факту пока нет такого приложения, а вам важно, чтобы вы были на экране, то, пожалуйста, можно и вот таким способом вывести себя. Так, поехали дальше. Вот идет запись, вот вы рассказываете про какое-нибудь приложение, про сайты, все это записывается путем вот этой кнопочки, то есть QuickTime Player прям записывает. Когда у нас закончится запись, мы нажмем на вот эту кнопку с кружочком и квадратом внутри, и у нас запись остановится, и автоматически запись сохранится. После того, как все это дело у нас произошло, после того, как вы завершили запись урока, то есть вы рассказали детям то, что вы хотели, либо нам, коллегам, и также будете выкладывать видосики на ютюбе, вы сворачиваете, ну вы закрываете QuickTime Player, и я иду в программу Final Cut Pro. Final Cut Pro это программа для монтажа видео. Здесь вы уже подгружаете видео и начинаете его монтировать, убирать какие-то звуки ненужные, добавлять надписи, вставлять другие видео в ваше видео, и будете смотреть и обрезать, может быть, какие-то ненужные фрагменты. Показываю только прям базовые вещи, которыми я пользуюсь каждый божий раз, когда я монтирую видео. Правой кнопкой мыши мы создаем новое событие, назовем его так, как я назову сегодняшнее видео, как создавать видеоуроки. И нажму ОК. Здесь я выбираю 24p и 1080p HD. Все, размер оставляю как есть. Но это у меня уже сохранено, поэтому я об этом уже не думаю. После того, как вы создали проект, заходим в библиотеку, заходим, и у вас здесь будет проект. Проектов в библиотеке в каждом может быть несколько. То есть, все зависит от того, насколько большой ваш проект. Здесь у нас будет одно видео, поэтому будет один проект. И я его обычно создавать дублирую. Видеоуроки. Все, после того, как я создала проект, я должна перетащить то видео, которое я сохранила. И вот, например, я случайно нажала паузу, и сейчас я уже подгрузила видео, которое я буду монтировать после того, как запишу второй фрагмент этого видео. Смотрите, кликнув на видео, у вас наверху оно отображается. Ведя вот так вот ползунок, у вас будет прям, ну, видео будет показывать, где в каком вы моменте. Что делаю я? Я делаю звук, сразу вот здесь loudness и noise removal. И я выбираю весь текст, я его обрезаю, если мне нужно. Кликаю вот сюда, нажимаю crop. И обычно вот в последнее время я убираю верхнюю часть и нижнюю часть. Но сегодня я не буду этого делать, потому что я вам объясняю, и там нужны элементы и внизу, и вверху. И последнее, что я делаю, я вот так вот пальцами делаю по трекпаду, и у меня увеличивается звук. Как вы видите, сейчас немножко меньше сделаю, и мне очень хорошо становится видно, что я говорю, какие звуки там, и где у меня пауза. Вот, например, здесь у меня большая пауза, и я могу нажать кнопку command B, либо я могу нажать кнопку option и скобку. И тогда у меня видео, начало видео, то есть отбрасывает весь кусок, который у меня был до этого. Про то, как пользоваться Final Cut Pro, я вам рекомендую посмотреть отдельные видео на YouTube у реальных профессионалов, которые понимают, о чём они говорят. Я вот в данном случае не могу сказать, что я прям супер разбираюсь, но я базовые вещи, монтаж умею делать хорошо. Но я знаю, что люди делают какие-то там потрясающие вещи, но до этого я ещё не доросла. Всё, как только вы обрезали, загрузили видео, нажимаем пробел, и у вас видео пошло. Как вы видите, у вас вот этот ползуночек, он полетел. То есть всё то, что я сказала, оно вот тут вот всё изображено. Если вам вдруг нужно вырезать какой-то вот кусок, вот я вижу, что это будет какой-то вздох мой, ах, я должна вырезать. Нажимаю command B, опять нажимаю command B, вырезаю кусочек и нажимаю backspace, и у меня удаляется. То есть я вот таким образом вырезаю все-все-все ненужные кусочки. Всё, на этом я сейчас монтаж показывать больше не буду. Нажимаю верхний правый угол и выбираю Apple Devices 1080p, и у меня создаётся данный урок уже на рабочем столе, который я уже буду подгружать в YouTube. Либо в ВКонтакте, либо куда там, бог пошлёт. Ну, в принципе, на этом всё. Если у вас возникли по ходу видео какие-то вопросы ещё, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в комментариях, будем вместе разбираться. Я помогу, чем смогу, потому что сейчас прекрасная летняя пора, и у меня есть для этого прекрасно много времени. Ну всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok